Вопросы ремонта дорог, социальных объектов, повышения заработной платы обсудили на отчетной встрече Акима Мамлюцкого района перед населением. Задачи, которые предстоит решать в ближайшей перспективе, перед сельчанами обозначил заместитель Акима области Владимир Бубенко. Подробности в нашем материале. Мамлюцкая санаторная школа-интернат рассчитана на 400 мест. Сегодня в учебном заведении получают знания и оздоравливаются 317 юных североказахстанцев. Работают 64 педагога, порядка 10 медицинских специалистов. По программе «Илёнин» получили 56 компьютеров. Во всех подчеркнутых кабинетах интерактивные доски и у нас электронные журналы. Родители могут посмотреть о своих детях, узнать, как они учатся. Заместитель Акима области Владимира Бубенко ознакомили с оснащением школы-интерната и условиями, в которых проживают ребята. В интернате организовано шестиразовое питание. Есть сенсорная комната, библиотека, открытая секция вольной борьбы. В настоящее время единоборством здесь занимаются порядка 40 школьников. От главы региона Ерика Султанова юным спортсменам в подарок борцовский ковер. А это уже Мамлюцкая центральная районная больница. Сегодня медицинскую помощь сельчанам оказывают свыше 150 людей в белых халатах. Владимир Бубенко ознакомился с работой отделений, пообщался с пациентами. После чего заместитель главы региона принял участие в отчетной встрече Акима Мамлюцкого района Ербулата Бекшенова перед населением. Сегодня в зале представители 11 сельских округов и города Мамлютки. Всего в районе проживает свыше 19 800 человек. Доклад Ербулата Бекшенова о результатах проделанной за минувший год работы. В настоящее время качественной питьевой водой обеспечены 92% сельчан. По возможности решаются вопросы освещения улиц и ремонта дорог. На дорогах областного значения проведем капитальный текущий ремонт на сумму 263 миллионов тенгей. В рамках программы «Дорожная карта занятость 2020» проведена работа по текущему ремонту автомобильной дороги района в значении воскресенья к Боголюбово-Надежки на сумму 112 миллионов тенгей. Но есть и нерешенные проблемы. Генеральный директор командитом от товарищества Мамбетов и Каир Кивулан Мамбетов просил рассмотреть вопрос о завершении ремонта дороги Становое-Раздольное. По словам Владимира Бубенко, в текущем году данная работа будет продолжена. Положительный ответ получили сельчане и на вопрос об окончании в нынешнем году строительства Мамлюцкой школы номер 2. Наталья Минченко на отчетную встречу пришла с просьбой родителей детей, посещающих яс-лисад Акбота. Протекает крыша зданий. Мы, родители, обращаемся к вам с просьбой. Оказать содействие в выделении средств на капитальный ремонт крыши детского сада. Этот вопрос Владимир Бубенко обещал взять на контроль. Мамлючане интересовались также, будет ли восстановлена работа автобусного маршрута Жаножол-Петропавловск. Разновился автобусный маршрут Петропавловск, который будет ходить 6 раз в неделю с одним дням выходных. Автобус будет. В завершении встречи заместитель Акима области Владимир Бубенко акцентировал внимание сельчан на задачах текущего года и неиспользованных резервах. Над этим Мамлючанам предстоит работать. Одной из низких средей района области остается среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства. Наблюдается снижение поголовья крупного логатого скота. В реализации проекта развития экспертного потенциала мяса в районе пока еще не создано ни одной отклонной площадки. В этом есть недоработка руководства района. Поручается по всем этим вопросам немедленно разобраться, принять соответствующие меры. Отчетные встречи и мамлючане остались удовлетворены. Задав свой вопрос, интересующий, действительно проблемный вопрос, все-таки я услышала, что ответ будет решен в нашу пользу. Будем надеяться. Задали насущие вопросы, которые интересуют жители района. Радует нас, что мы смотрим на будущее с уверенностью, надеждой, что район наш будет в числе передовых. В настоящее время мамлючане готовятся к празднованию 20-летнего юбилея Ассамблеи народа Казахстана. В преддверии праздника в Доме культуры организовали выставку школьного творчества. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова